Надо записать дневник и родственникам, и самому человеку, и потом в нормальном состоянии проанализировать, почему этот срыв произошел. И уже как бы соломку подстелить, написать, все, в следующий раз я к Васе, в стекляск с Васей не пойду. Или в следующий раз я напишу в бухгалтерию, чтобы жене отдавали мою зарплату. Или в следующий раз, когда появилось желание, я там отожмусь от пола 20 раз. То есть человек постоянно работает, он сам себе психотерапевт. То есть я сказал, что хорошо, когда матушки ходят на нашу группу ведущих семейного клуба трезвости, а еще хорошо, когда сам человек ходит, то он получает вот эти психологические знания, он получает, и они постепенно складываются. И когда-то количество перейдет в качество. Вот я год назад узнал про семейные клубы трезвости, всего год назад. Вот до этого вот не знал. И я не знал, что ответить людям, которые мне задавали вопрос, а как быть, а что делать, а что делать, чтобы он не пил. А сейчас я знаю ответ на этот вопрос. Надо ходить на группу. Не обязательно на нашу, может быть, вы там не православный человек, и вам это не близко, но найти что-то такое поддерживающее. И ему, и нам. Во-первых, нам, потому что, ну, вот ему, вот его под пистолетом взял и быстренько пошел на группу. Или сейчас там по ногам выстрелил. Вы не можете, поэтому ходите сами. Бывает такое, вот я был на семейных клубах трезвости, нас отвязывают ходить на разные клубы трезвости. Там женщина уже три года ходит на эту группу, а муж не хочет ходить. Вот он иногда говорит, вот нет, ну ты вообще каждую неделю туда ходишь, я с тобой пойду, я выясню, что там такое намазано у тебя. И вот он уже почти собирается ходить. Ну, хорошо, есть муж. А если мой муж умер, а вот сын остался, и классный, и ничего не хочет делать. Любой родственник может ходить, и дети, и родители. Вы? Ходите вы? Я хожу. Ходите вы? Я уже 6-7 лет хожу. А, вы 6-7 лет ходите в одну и ту же группу? Нет. Вот по таким вот сабантуйчикам, как сейчас, мы проводим? Нет. Мы ходим... В одну группу выходите? Надо ходить в одну группу. Это семья. Группа – это семья. Вот они уже стали вашей семьей. Вот тут Господь Бог, как мощный ресурс, да? Тут еще на группе иногда бывает нарколог или психолог, и батюшка обязательно, да? То есть это вот биосоцио-психо-духовное. И тут еще бывают люди опытные, у которых там, у некоторых людей там по 3, по 5, по 10 лет трезвости. У некоторых мам, пап, тоже по 15 лет трезвости. Ну, мы на шаговы ходим в группу. Ну, хорошо. Нравится вам? Ходите. Отлично. Ну, вот. Какой вопрос? Мы все решили вопросы, да? Ну, вроде. Если какие-то индивидуальные есть, я просто смотрю, все заскучали, да? Можно вопрос, несколько слов о командирных больных? То есть тех, которые только сначала занимаются, либо наркоманией, либо алкоголизмом, а потом, скажем, психиатрией, нарушением психики. Как их лечить? Да, как лечить. Индивидуальный подход. Индивидуальный подход. С чего начинать? С похода к торговому. Давайте, вот сейчас буквально 3 минуты осталось. У меня тут было очень много всего. Давайте я это не буду делать. Сейчас быстренько давайте подведем итоги, если мы за 3 минуты успеем. Так, что я тут хотел сказать? Вот, что главное, это психотерапия. Посмотрите, картинку такую, да? Когда вот разматывается все по отдельным клубочкам, по отдельным полочкам. Это единственно заказанный эффективный метод избавления от эффективного поведения, считается, психотерапия. Вот она в стандартах прописана, как ее лечить. Тут написано определение краткосрочной интервенции. Где-то краткосрочная интервенция 5-30 минут обычно длится. Так, я вас хотел познакомить, что на самом деле мы можем получить от государственной медицины. Вот, якобы, вот это вот мы можем получить, но я знаю, что на самом деле и этого даже очень трудно получить от официальной медицины. Что такое реабилитация? Вот про профилактику я хотел отдельно сказать, что православная церковь рассматривает алкоголизм как тяжкое душевное изоболевание, сопровождающееся глубокими повреждениями психозоматического характера, извлечение которого невозможно без осознания боящим духовной природы своего недуга. Духовной природы своего недуга, полного и искреннего покаяния, обращения к полноте благодати Христовой. Да, мы не сможем у чужого человека, даже если бы наш брат, сын, отец, муж, мы не можем добиться от него, чтобы он пошел и покаялся, и исповедовался. Так, я вот быстренько хотел рассказать по поводу корней, но, наверное, тоже не успею. Расскажите, я вас кормлю. Да нет, у нас три минуты. Скажите, пожалуйста, а повторить вашу лекцию, то есть не повторить, а еще раз встретиться с вами? Я собираюсь, даже до того, как вы пришли, я собирался даже быстренько прочитать ее, чтобы потом поместить в YouTube. И я думаю, что я это все-таки сделаю. Я, правда, этого ни разу не делал, я буду это делать первый раз, но мне кажется, что у меня получится. Вот, а здесь я быстренько хотел сейчас... Скажите, пожалуйста, а вот почему три минуты? Дальше у нас было время, вот с 4 до 6 семейный клуб трезвости здесь собираться. Мы сказали, в 5 часов, да, будет семейный клуб трезвости здесь собираться. Ну, а мы, например, вот, наверное, готовы продолжить вас слушать. Вам да? Да. Ну, это, наверное, спросить членов клуба. Это надо членов клуба спросить, да, причем всех. Готовы? А нас здесь сколько? 5 человек, мы готовы. Да, 5 человек, и все готовы час потратить на меня, да? Да, да, молодой человек, спасибо. Давайте. Члены клуба? Да, да, мы за. Да, мы за. Ну, вот видите, как хорошо. Тогда доктор, продолжайте. Ага. Для нас это тоже. Значит, давайте про комармитное сейчас расстройство отвечу. Ну, нет у меня общего ответа. Вот, в принципе, вот то, что я читал, вот, стандарты оказания психиатрической помощи. Вот там все написано. Значит, вот эти вот вещества, которые блокаторы рецепторов, да, это действует с любыми наркотическими препаратами, и даже якобы с алкоголем. Второе, это десенсибилизирующие средства. Третье, антидепрессанты, конвульсанты, и антидепрессанты, и антидепрессические средства. Какие конкретно, конечно, это врач будет решать. У человека должен быть один лечащий доктор, которому вы доверяете, и который вам доверяет, и вот тогда вот с ним уже конкретно вы решаете, какие дозы, какие. Я бы не хотел здесь останавливаться на дозах и назвать конкретные препараты какие-то. То есть начинать надо все-таки с психики, с психиатрией, грубо говоря. С консультацией у психиатра, или если есть зависимость, у психиатра-нарколога. То есть лечиться? Начинать надо с этого. Ну, конечно, да. Если вот он состоит на учете, и не хочет туда ходить, это делать доктору. Я просила, чтобы его как-то можно пригласить на дальнейшее лечение. А доктор посмеялся и говорит, и сказал, когда мы вошли в Ассоциацию, Международную Ассоциацию Психиатрии, нам запретили насильно предлагать кому-то свои услуги. Только человек сам. Когда у человека аппендицит, он сам приходит. Когда у него кашляет, он сам приходит, да? Вот пока сам не придет, я лечить вашего больного не буду. Только если он будет... Ну, это замкнутый круг, если психика меняется у человека. Хорошо, у вас есть зависимость? У вас есть зависимость? У меня со-зависимость. А зависимость есть? Вот я признался, что я сладкое люблю. А у вас есть? Ну, вот мне сын говорит, вот как вы сказали, что сахар, наркотики и кофе, наркотики. Сахар любите? От наркотиков же и от сахара... Сахар любите? Каждый кофе пьете? Это чай я люблю больше. Чай тоже наркотик. Читаем. Нет, слава богу, нет. Ну, а кофеин он говорит. Ну, там кофеины есть. В общем, нет у вас зависимости. Тогда вы нас не поймете. Нас зависимых вы не поймете. Сахар, я почему-то люблю сахар. Любите сахар? Можете отказаться на сутки от сахара полностью? Можете отказаться? Можете отказаться? Нет, на сутки. Вы можете отказаться на сутки от сахара? Да, могу. А на неделю? Нет. А на всю жизнь? Нет. Вот вы предлагаете человеку... Вот я... А ваш... Кто? Сын? Муж. Приходит и говорит, у меня мама, между прочим, каждый день сахар жрет. Как можно ее носить? Ну, понимаете, супер цепать, может быть, ей... От сахара сознание меняется? От наркотиков же вот... Вот как мужчина сказал... Я вам это специально говорю, для того, чтобы вы поняли, что ваш сын, даже если у вас будет зависимость не от сахара, а от героина у вас будет, он вас не сможет привести ко мне насильно. Не сможет. Потому что вы решаете, вам надо лечиться или нет. А он как решит, если он... Не-не-не, я про вас. Сейчас про вас. Про вас. Вот представляете, вы любите сахар, а это вот с завтрашнего дня, это наркотик. И вы в тихушку сахар покупаете. А социант говорит, что с мамой это делать? К наркологу ко мне приходит и говорит, мама, это зависимо, мама, ну, каждый день сахар жрет. Что с ней делать? Можно я как-то насильно... Я к вам приду и скажу, матушка, ну, пойдемте со мной в больницу. Вы что с ней скажете? Будем продолжать. Я такой, я такая, как все. Ну и что, подумаешь? Вы понимаете аналогию, да? Что почему? Ну, мы не в Советском Союзе. Ну, да, было раньше, что это было очень строго. И сейчас вот эти ЛТП... Ну, не ЛТП, эти... Вот, извините, собираются делать. У меня даже есть интервью по этому поводу.